Всех категорически приветствую! И сегодня дам еще один, не совсем обычный рецепт из кабачков. Это будет у нас некая запеканка из кабачков и куриных бедрышек. И давайте первым делом замаринуем куриные бедрышки. Итак, для этого смешиваем сушеный чеснок, паприку, немножко кориандра, добавляем немного соли по вкусу. У меня четверговая, решил с ней поэкспериментировать. Добавляю примерно полторы чайной ложки. Также для связки всех специй я добавляю растительное масло. Все хорошенько перемешиваю. Пока перемешиваю, понимаю, что забыл черный молотый перец. Добавляем его. Теперь погружаем наши куриные бедрышки. У меня филе без кожи. Прям такие я и покупал. Все хорошенько перемешиваем до полной однородности. И оставляем мариноваться минимум на часик-полтора. Далее раскладываем на противень, либо же форму для запекания. Вот у меня получается 6 филешек, и они занимают все дно нашей формы. Отправляем их запекаться на 20 минут при температуре 200 градусов. А пока подготовим заливку. Заливка будет не совсем обычная. Сейчас объясню. Итак, смешиваем кефир комнатной температуры. Добавляем яйца, натираем сыр. Это у нас из обычных простых ингредиентов. Теперь добавляем соль, перец по вкусу. И вот, вместо муки сегодня мы добавим панировочные сухари. Совершенно будет отличаться от обычной заливки, наподобие заливного пирога. Вот, посмотрите, такой консистенции теста получается. И немного постояв, оно у нас, благодаря сухарям, немного загустеет. Ну ладно, давайте разберемся с кабачком. Кабачки нарезаем кольцами примерно по 0,4-0,5 сантиметра. То есть, полсантиметра толщиной вот такие вот у нас колечки. Их немного подмаринуем. Все банально и просто. Добавляем соль, перец по вкусу. Добавляем сушеный чеснок. И немного растительного масла. Все, соответственно, хорошенько перемешиваем, чтобы специи у нас равномерно распределились по кабачкам. Так, достаем куриные бедрышки. Они у нас немножко подзапеклись. И равномерным слоем поверх раскладываем кабачки. Далее заливка. Вот, посмотрите, она стала такая достаточно густая. Мы ее распределяем равномерным слоем. Хаотично. Нам прям не обязательно, чтобы закрывались кабачки. Также пустоты, которые у нас образовываются, в них тоже. Добавляем заливку. И вот так вот постукнем по столу, чтобы ее окончательно придавить вниз. Отправляем запекаться на 25 минут при температуре 180 градусов. Ну, а всегда ориентируйтесь на свою духовку. Посмотрите, какая красота у нас получилась, друзья. И так как у нас было 6 филе куриного бедра, соответственно, мы разрезаем на 6 порций. А благодаря панировочным сухарям вместо муки, это что-то нереальное. Обязательно попробуйте, друзья. Очень вкусно и очень необычно. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем желаю крепчайшего здоровья. Всем пока-пока.